Замечательное упражнение на закон взаимности Якови и на критерии Эйлера это задача о том, какие простые числа представлены в виде х квадрат плюс 64у квадрата. Ну где х квадрат? Ну, во-первых, если мы обозначим 8уb, то получается, что такие числа представлены в виде а квадрат плюс b квадрата, где одно из слагаемых делится на 8. То есть на самом деле, нам это интересно. Когда число представлено в виде суммы двух квадратов, мы знаем, должно быть сравнимо с единицей по 0 и 4. Оказывается, кроме этого необходимого условия есть еще одно, и вместе они дают и достаточное. Двойка должна быть четвертой степени по модулю b. То есть, другими словами, 2 в степени по минус 1 делить на 4 должно быть сравнимо с единицей по модулю b. Давайте это докажем. Ну, во-первых, видим обозначение. Частное b разделить на а, обозначим буквы f. Да, считаем, что а не черное число, b, соответственно, черное число. И сначала докажем две леммы. f в квадрате сравнимо с минус единицей. Это совсем просто. Смотрите, что такое, можно просто ввести в квадрат, да? b квадрат – это а квадрат f квадрат, по-моему, я понимаю. Но а квадрат – это минус b квадрат, потому что а квадрат – b квадрат – это b. Значит, b квадрат сравнимо с минус b квадрат и f квадрат. Значит, f квадрат – минус минус единицей. Все, это доказано. Второе утверждение более сложное. Символ а по п равен единице. Давайте это сделаем. Для этого нужен закон взаимности. а по п, а не черное число, это то же самое, что b по а умножить на минус единицу в степени b минус 1 пополам умножить на а минус 1 пополам. b делится на 4 с остатком 1, поэтому b минус 1 делится на 4 – это число четное. И, соответственно, когда вы возводите минус единицу в четную степень, то получаете единицу. Значит, это есть символ b по а. Замечательно. Ну, что такое b? Это а квадрат плюс b квадрат. Значит, поскольку а квадрат делится на а, это то же самое, что b квадрат по а. То есть b по а, разведенное квадратом. Мультикативность символа Яхови. А это идиница. Вот, отлично. Вот это утверждение мы тоже доказали. Дальше надо вычислить, например, в таком же стиле, еще два выражения. А плюс b по b и 2 в степени по минус 1 разделить на 4. Ну, давайте. А плюс b по b. Опять закон взаимности. То же самое. Это минус единица в степени по а плюс 1 полам умножить на а плюс б умножить на 1 полам. Это опять единица, умноженная на по а плюс б. Вот нам интересно вычислить п по а плюс б. Давайте. Для этого сделаем так. Напишем не п, а дважды 2п по а плюс б. И число 2п запишем естественным образом. Как а плюс б в квадрате плюс а минус б в квадрате по а плюс б. Опять смотрите, а плюс б в квадрате можно отбросить. А минус б в квадрате это квадрат. И значит это единица. Получилось, что на это можно не смотреть. То есть нас интересует 2 по а плюс б. А это второе дополнение квадратичного закона взаимности. Получилось минус единица в степени а плюс б в квадрате минус 1 разделить на 8. Вот, недолго осталось. Двойка это частное отделение 2а в на а в. Вместо б вот сюда вот подставим аф. Ну, собственно, здесь все равно. Никакого все равно. А вот дальше все равно. Вместо б подставили аф. И поэтому внизу у нас получилось а квадрат ф. А в числителе 2а в. Что такое 2а в? Это а плюс б в квадрате минус п. На самом деле уже видно, что происходит. Вот этот п мы сейчас просто отбросим. И в результате у нас получается такое выражение. А плюс б в степени п минус 1 пополам. Деленное на а в степени п минус 1 пополам. И еще деленное на f в степени п минус 1 разделить на 4. Так, хорошо. Смотрим. Что такое а в степени п минус 1 пополам? По модулю п это то же самое, что символы жанра. То есть единица. Значит, вот это можно зачеркнуть. Что такое а плюс б в степени п минус 1 пополам? Это по модулю п сравнимо, критерия, сравнимо с символом жанра. То есть здесь вот в числителе на самом деле стоит минус 1 в степени а плюс б квадратный минус 1 на 8. Замечательно. Значит, давайте я это аккуратно сейчас перепишу. Сюда вот это уже не пишу. Сюда пишу минус 1 в степени вот это. Но что? Минус 1 это f квадратный. Поэтому давайте даже сразу напишем с f. Это будет f в степени а плюс b в квадрате минус 1 разделить на 4. Тут это было не понятно. Вот, хорошо. А еще отсюда снизу пришло минус b и плюс 1. Хорошо. Когда вы возводите в квадрат, получается а квадрат плюс b квадрат уничтожается с f. Минус 1 это плюс 1 уничтожается. Но здесь без сравнения, по-моему, другая неравна уже. Вот. И это получается f в степени а, b разделить на 2. Сравнение с вами. Так. Вот теперь. f это элемент порядка 4. f обладает тем свойством, что f в квадрате это минус 1. Значит, f в четвертой это 1. И смотрите, что мы теперь получили. 2 в степени b минус 1 разделить на 4 сравнимо с f вот в такой степени. Давайте посмотрим. Предположим, что 2 в степени по минус 1 разделить на 4 это единица. То есть, вот, 2 это есть какая-то четвертая степень по модулю b. Тогда здесь написано единица. И это означает, что вот это вот а, b пополам делится на 4. Ну, а b пополам делится на 4 из-за того, что а нечетная. Тогда и только тогда, когда b делится на 8. Значит, если у нас вот здесь вот стоит единица по модулю b, то в таком случае b обязана делиться на 8. Ну, вообще-то и наоборот. Если b делится на 8, то здесь стоит единица. Значит, вот. То есть, понимаете, то, что b делится на 8 равносильно тому, что вот здесь стоит единица. А это и означает, что 2 является четвертой степень по модулю b. Вообще, это очень забавный вопрос. Какие простые числа представляются в виде x квадрат плюс n y квадрата? Если, можно подумать внимательно, то получается, что это вопрос о решетке, которая является таким вот прямоугольником со сторонами 1. и в горе d z, да, то есть, где стоит в зоне трансляции 2. И оказывается, что в общем случае ответ очень похож на такой. Единственное, вот это вот условие, оно выписывается намного сложнее. Есть такое понятие решетки с комплексным умножением, и, что называется, оттуда приходит ответ. Но, тем не менее, несколько первых значений, вот, как видите, элементарными средствами вполне можно обзавлять. История из границей Продолжение следует...